Война 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 Свободу заключенным Художественной культурой Ура! А что касается Вот этих вот нарушений Этих Этого мелкого хулиганства Которого позволили себе члены группы Война Этого вандализма Как по-другому можно сказать То есть Достаточно много профессий вокруг нас Где так или иначе Вандализм присутствует Например, профессия пожарного Когда у соседа горят Квартиры К вам бегает пожарный Переворачивает несколько там ваших мебелей И ломает что-то походя Бронзбойтами, то вы наверное не будете Особенно возражать против этого вандализма Когда Наш милиционер Или омоновец спасает вас От агрессии неофашистов И ультраправых на площадях И бьет дубинками этих Неофашистов То это тоже вандализм Но тоже вряд ли вы будете Особенно этим попрекать Когда лесник рубит лес Чтобы спасти оставшийся лес Или сохранить его от пожара Или просто дать ему естественно расти Когда хирург режет ваше Ваше тело Чтобы вас спасти от какой-то болезни Все это вандализм Все эти профессии предполагают Некое разрушение Так вот такое же разрушение Имеется и в профессии Публичного художника Художника, который работает в публичном пространстве Это надо понять Это должен понять суд Это поэтому должен быть суд Особого порядка Такого же, которым судят Вот и пожарного, и лесника И прочих лиц Которые так или иначе Невольно в своей позитивной работе По сохранению Или поддержанию Или восстановлению здоровья Общества, или природы, или человека Эти люди идут на определенные Разрушения какого-то имущества Или каких-то чужих ценностей Моя позиция, что война В том виде, в котором она оказалась В своемне, должна быть как бы восстановлена Там со своими семьями Вот Выпущена на свободу А после этого Можно как бы Начинать открывать дискуссию Что касается самой дискуссии Не хотелось бы открывать Вот То я считаю, группа война Это проявление Для меня это похоже на то, что делали Белградские студенты В конце 90-х годов Когда они снимали Милушевича То есть, попытка сделать такую Карнавальную политическую историю Вокруг очень болевых проблем Общества Вот И Как бы ситуацию карнавализировать И тем самым как бы Показать набор голых королей Вот Среди которых там и политики И какие-то Институты общественные Вот И я думаю, что это очень правильная Полезная тактика Потому что Мы же все живем в такой скорлупе Из Слов И то, что делала война В последние годы Мне кажется, это попытка Вот эту скорлупу как-то Разбить, порушить А что касается там Я сейчас слежу за Откликами на группу Война И как бы Попытка обсуждать Например, в контексте Современного искусства Эту группу Является это искусством Или нет Вот Мне кажется, крайне непродуктивно Потому что люди, которые Это обсуждают Они За редким исключением Не формулируют вообще Как бы вопрос А то, чем они сами занимаются Является искусством То есть, является таким признаком Когда мы говорим о группе Война Мы Не должны Говорить о своих Эстетических И прочих пристрастиях Да Проблема Осуждения Не осуждения А по приему посадки Двух членов группы Война Она связана не с нашими Эстетическими Или какими-то прочими Пристрастиями Это важный тест для общества Насколько общество Готово Мириться с такими вещами Вам может нравиться Или не нравиться группа Война Но вы должны прийти на митинг По одной простой причине Если Мы Покажем Что война нам пуфик Грубо говоря То такое может случиться Со всеми нами Ну Мне кажется Что это одно из самых Прогрессивных И правильных Влащений Искусства Которое В настоящий момент Почти повсеместно В России Ушло Не то чтобы в ламур А В Ну Ну В Какую-то вот Формалистическую Псевдоформалистическую Область И Группа война Которая категорически Отказывает Контактирует Формальную Конечно Абсолютно Другая География Другое Событие И Ту форму протеста Которая Может быть только Художник Мы знаем Что Крис Бёрден Один из Крупнейших Американских Художников И Я думаю Что группа война Если мы будем Отмечать Первое десятилетие Двадцать первого века Несомненно Будут В том же ключе Рассматриваться Мне кажется Война это не Не просто арт-группа Это Общество Гражданского Сопротивления Собственно Войну Не они объявили Войну нам объявил Режим Потому что Не они Носятся С мигалками По дорогам Убивая мирных Законопослужных Граждан Не они Берут взятки Крышуют Преступность И так далее А наша доблестная милиция Поэтому Все что делает война Это просто реакция На Несправедливость Это то что реакция такая Может быть Эмоциональная Это говорит только о том Что Уровень несправедливости В обществе Зашкаливает Люди Выражают Собственно Общественное 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 Возмущение Посмотрите как собственно Эти ролики С их последними Социальными Протестными Акциями Насколько Насколько Они были популярны Это все Немедленно становилось Интернет вирусом Здрасте Меня звать Пахом Я русский художник Говоря русский Я не просто так вот сказал Как говорится Русский художник Потому что Россия Она Славилась Как говорится И славится До сей поры Своими Побасенками А Побасенки Это разновидность Басни То есть Присутствие Басов Присутствие сил И в то же время Этих Тонких Как бы Мышиных хвостиков Так вот Вот эти Как бы Русские Это самое Побасенки Я вот Когда думал об этом Я понял Что они то Не просто с неба упали Как говорится Не с потолка Это произошло Своего рода Падение Как бы Контиминемальное Вот в чем дело То есть Это произошла Как бы связь Не совсем Парагогическая Не совсем Мы можем просто скорее Обозначить ее Как Связь Параллелей Либо Связь Условного Лобача Лобачом Мы в своих Тайных кругах Называем Лобачевского Так вот Если я начинаю Я всегда Заканчиваю А скажу я вам так Басни Про группу Война Никогда не станут Побасенками Спасибо 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 Очень важно Что в современном Искусстве Так же как и в армии Есть только Индивидуальная Ответственность Коллективная Ответственность Или коллективные Жалобы Не принимаются И не рассматриваются Это практика Индивидуалов И каждый несет За себя сам свою Ответственность Мы можем выражать Коллективную поддержку Или Неподдержку Интерес Или отсутствие Интереса Ту или иную позицию На взгляды Кого-либо из коллег Но Художник Только тогда Художник Когда он несет сам Абсолютно за себя ответственность Я абсолютно уверен Что группа Война Полностью несет ответственность За все свои действия Что это сознательная группа Может быть У этих ребят Очень излишнее эго Излишнее представление Своей миссии Может быть наивное Детское Но у художника И должно быть такое Отсюда та агрессия Которая считывается Как преступная Она не преступная Она инфантильная Но этого ведь не хватает В нашем обществе Они вносят Очень важную струю Да судить их будут Во всей строгости Российских законов Но надо не забывать Что эти spurники Художника Может быть Сумасшедших Может быть Амбициозных Может быть Болезненно Самолюбивых Может быть Вогоси Не преступники Они художники Хулиганы Радикальные художни Самые лучшие Самые предельные Они сказали то Что никто не скажет Они И вот это вот они, мы, а при этом молодые ребята, философы, которые начитались этих книжек западных мудрецов и поняли, что слова и дела не должны расходиться. Если ты говоришь, что ты что-то не любишь, ты должен что-то сделать для этого. И в этом смысле они, может быть, единственные честные люди в этой стране. Даже если они художники, даже если они все придумают, даже если живут в своем горделиво выдуманном мире, где они царь и бог, где они могут что-то сказать, и мир их должен слышать, и мир их слышит. Хотите, чтобы мир их совершенно услышан? Посадите их, сделайте им услуги. Хотите сделать, подложить какашку современному искусству? Выпустите их, как просто обыкновенный хуреган. Продолжение следует...